всем доброй ночи друзья мои сегодня немного вышла развеется потому как очень много накопилось уже этой тяжелой энергетики после работы с людьми но вы знаете что у меня такой принцип делу время а потехе час и теперь я вернулась к делам и продолжаю с вами работать и дарить вам то самое бесценное который вам будет помогать в жизни я хочу поблагодарить за вот этот волшебный подарок куклы национальных костюмах народов мира потому как человек который мне это подарил наверняка понимал что они мне пригодятся именно для определенных декораций когда я буду показывать ритуалы разных народов и вот сегодня перед вами персианка но наверняка вы такой национальный костюм видели у женщин если они в россии живут и их множество живут люди семьями у таджиковских женщин подобные костюм еще раз напомню что таджик от слова touch что означает корона коронованные из так перевести вот тот самый таджикистан кстати он называется таджикистан вообще фарси очень мало звучание а чёс шмон глаза таджикистан и так далее чай хона они делают акцент на о и причем протяжность как бы окончание слова она тянется это особенность языка так вот вот эта область она была она принадлежала шахом персидским шахом это было именно их область и оттуда они брали себе войско так что таджики они были лучшие воины шахского войска то есть те же самые персы просто принадлежали шахскому войску они были они составляли его личную охрану одно время эту личную охрану охрану которая состояла из 10 тысяч воинов это была личная охрана царя царей персии а потом уже шахов персии их называли что означает вечные или бессмертные бессмертные полки назывались почему так потому что если кто-то погибал тут же на его место приходили дополнительные как бы на этот случай предусмотренные дополнительные воины запас воины запаса и поэтому тем людям то есть тем воинам которые сражались с персами им казалось все время что они бессмертные они не умирают то есть их сколько не убивает все равно они с тем же составом сколько есть вот в этот матьян заходим то есть входили именно таджики царственные войска или войска царя личная охрана это так просто между делом чтобы вы знали что народы которые живут на территории россии что среди этих народов есть очень древние народы с древней истории эта история заслуживает уважения пойдемте далее персы один из древних народов мира персидская держава ахимениды кианиды это самые первые мифические цари кианиды и про них описывает фердусеев в своей книге шах нам и жизнь шахов вообще я вам советую посмотреть таджик фильм сухроп и русту нет неправильно да да рустом и сухроп сиявуш сиявуш и рудабэ это замечательные картины очень достойные их смотрели их оценили даже иностранные зрители считая их наилучшими историческими картинами так вот перед вами персианка в национальном костюме и говорить мы будем сейчас о персианке о очень умной женщине которая оставила свой след в истории как перихан бегун звучит мы как бы говорим бегун но немножко так если именно в наречии персидском он как бы бегун вот так вот проглатываясь одну букву так называли но и иноверцы иностранцы называли бегун и объясню почему во первых ее имя перихан перри мифические прекрасные женщины которые отдавали воинам за их боевые заслуги то есть если человек воевал за родину то там он имел право наслаждаться вечной любовью перри и чем больше он имел этих заслуг тем больше перри ждали его в раю так считалось хочу хочу вам сказать что это философия философия доисламская если кому кажется что это связано с исламом нет ислам перенял это но это философия философия ты что-то там язык заплетается устало философия доисламская так вот перри та самая мифическая перри хан главенствующие военачальник не удивляйтесь это восточная особенность имен что означает главный среди перри то есть ханствующие царствующие перри это первая часть второе бегем хатун разные есть у него в значении титул что вообще означает почему вот хану хатун далее султаном это все восточные термины которые прочно вошли в тюркский язык и больше сохранились тюркском этносе это идет еще с востока хану означает моя ханша или моя госпожа хан господин предводитель хану женщина женскую женское название женский вариант слова хан хану ум м означает моя например армяне переняв тоже восточные вот эти слова выражение называют чаном это западно-армянское выражение джаном душа моя у турок олум мой сын не просто сын а именно мой сын казым дочь моя ханом есть особенность вообще в тюркском языке проглатывать последней буквы не ханом а ханом так они говорят вообще моя ханша переводится султан дальше хатун хату назначает королева или царица это именно фарси древний фарси может корнями уходит пахлевицкий язык так вот вот эти особенности михин бану была такая царица или банум и это все звучание означающие моя госпожа моя повелительница и так далее вот здесь бегум бег предводитель главный бегум главная предводительница важная достопочтенная и так далее так вот перихан бегум дочь тахмаспа шаха тахмаспа и его черкесской жены султан агха хану родилась прекрасная красивая дочь перихан мы знаем что черкешенки вообще славились красотой и во всех каремах именно они занимали главенствующие должности роли та самая знаменитая жена султана сулеймана и мать его старшего сына махиды вран тоже была черкешенка так вот перихан ханом было настолько разумно образованно интересно что с одиннадцати лет показала свой разум свои знания завоевала доверие вельмож они приходили к ней на поклон если хотели что-то попросить у шаха тахмаспа вот до такой степени ее авторитет был непоколебим он не очень любил баловал позволял больше чем другим своим дочерям ее называли умнее других шахских принцесс она давала советы отцу говорят что они она обладала определенным даром ясновидения и поэтому могла сказать своему отцу что будет как будет как ему поступить чтобы не ошибаться в каких-то своих действиях и отец начал пришел прислушиваться к ней она скажем так из сифи сифивитской династии были сифивиды самониды сасониды много различных династий управляли персии свое время хочу сказать что отец ее выдал замуж но почему-то она не пошла жить со своим мужем официально она была замужем но она не согласилась идти жить будучи мусульманкой невзирая на религию все-таки она занималась магией и отец на это закрывал глаза он сам лично выписывал ей книги говорят определенные древние книги которые она изучала с таким иступлением у него служение было огромный штат ведьм колдунов жрецов и и сама называли ведьмой потому что считали что в 11 лет иметь такой пытливый ум такие знания давать взрослому шаху какие-то советы и пользоваться его доверием до такой степени еще будучи ребенком это просто так не бывает что она подчинила себе и отца и братьев и всех вельмож и управляет когда ее отец умер значит покровительствует ей уже ее брат один из ее братьев но до этого хочу сказать немножко ее замужестве еще раз вернуться к этому отец выдает ее замуж хочет ее счастье выдает ее замуж за бадьяз замана который был дальний родственник некоторые говорят что был двоюродным братом то есть сыном ее дяди бахрама мирзы но она настолько не хотела за него замуж настолько не хотела уходить невзирая на то что шах назначил его губернатором сестана и просил и дочь уговаривал идти с ним жить она ни в какую не согласовалась и она осталась во дворце своего отца более того как только уже начали настаивать на том чтобы она уехала к мужу ее мужа убивают и она все-таки добивает своего она не уезжает есть замужество не интересно и интересно управление для своего времени это была очень разумная женщина наизусть знала многие знаменитые книги того времени богословные книги могла спорить с учеными как говорят и она могла их переспорить убедить в чем угодно дворец перехан ханон построенный ее отцом шахом тахмаз тахмаз первым был очень шикарен великолепен и даже на протяжении многих лет этот дворец пользовался успехом у персидских шахов например сахабаз первый очень любил там отдыхать это было его летняя резиденция то есть она действительно стоило того то есть вот представьте это сначала маленькая девушка хрупкая потом юная девушка имела какое влияние такие люди они просто так не могут иметь такое влияние наверняка у них за плечами есть некая сила хочу вам сказать что когда отца не стало начались междоусобные войны это очень долгий вопрос но между дядей племянником другими племянниками сыновьями шаха начались вот эти кровопролитные войны и один из этих сыновей исмаил просит сестру освободить помочь освободиться ему из темницы поскольку его бросили в темницу чтобы он вдруг скажем не не вздумал занять престол отца в то время на престоле был султан хайдар то есть его бросают в темницу и он просит свою сестру помочь ему в этом деле поскольку дяди черкесы принцессы они имели определенный вес она делает таким образом чтобы с помощью своего дяди султан хайдар был убит заходит в его покоя его убивают и восходит на трон исмаил и известен историй как исмаил 2 дорогие друзья есть одна одно сведение когда ее судили потому что эту умную девушку казнили когда ее судили у нее находят определенные книги определенные записи и там есть заклинание заговоры и ее осуждают за то что она имела какие-то связи с джинами то есть она занималась колдовством хотя в то время когда она это дело все знали никто не мог ничего сказать но когда она лишилась власти эти судебные дела начались против нее и там сказано о том что она призналась перихан что она могла править и управлять людьми с помощью джинов и с помощью духов древних и всю жизнь могла бы пользоваться успехом но она нарушила единственный запрет за что она получила это наказание казню и понимает что это заслужено потому что когда ее учили когда то есть обучали и и ну я вам говорил что человек если есть сила и обучение и прочее дает результат и вот так алдунья которая ее учила как нужно добиваться успеха она сказала что единственные условия того чтобы она вечно царствовала и всегда пользовалась любовью братьев отца и окружении единственное условие она не должна ни в коем случае проливать родную кровь если она пролет родную кровь то она лишится этого покровительства защиты и и убьют но видимо у нее не было иного выхода или она посчитала что это не очень серьезно или может быть отнеслась к этому скептически я говорю что единственное нарушение того что тебе сказали нельзя нарушать только это может ведьму привести к катастрофе что собственно с ней случилось она сначала убила с помощью своих дяди дядиов да так правильно звучит султана хайдара своего брата потом она покушается на жизнь второго брата она убивает исмаила второго и приводит сажает на трон мухаммада худа худа бенде это был один из братьев слабоумный почти слепой поскольку исмаил убрал всех своих братьев и хотел убрать перри хан и он сказал что женщине нечего вмешиваться в дела государственные хотел от нее избавиться и она решила что надо его убрать и она его убрала она убрала второго кровного своего брата это исмаила то есть она второй раз нарушает сказанные до данные ей наказ о том что она не имеет права убивать родную кровь только тогда она лишится своего покровительства и вот так бы она и правила от лица своего полуслепого брата и с его помощью если бы не вмешалась туда его жена хэйран ниса бегим кстати скажу еще раз что бегем бегим бегом это все правильное название ну чтобы вы понимали это одно и то же название просто по-разному на всякий случай потому что по-разному я называю по-разному звучит и она стала инициатором того что ее обвинили в колдовстве и казнили ну естественно там было еще обвинение покушение на жизнь шаха и прочее прочее так вот судебном деле были ее заклинание один из них я хочу вам подарить это очень сильная работа и получила я от своего хорошего друга который давно изучал эти все архивы в ширазе в исфахане и он не передал некоторые такие архивные записи и я вам хочу сказать что эти записи конечно же они закрыты они нигде не опубликуются нигде там не сказано поскольку это исламская страна и опубликовать такое это значило бы учить женщин как надо делать но в истории в летописях сохраняется подробное описание суда на перехан беги где она объясняет и признается и в этих записях то есть эти все записи кропотливо перенесены переписаны там какие у нее нашли записи что там было написано чтобы доказать ее связь джинами и написано было то есть сказано почему она подвергалась казни потому что она нарушила нарушила то что ей нельзя было нарушать она пролила родной крови но до того момента пока она не переступила этот закон магии и успешно правила ей помогали эти заклинания так вот раз они ей помогали она смогла в 11 лет завоевать любовь отца стать знаменитой дочерью хана то есть шаха извиняюсь и оставить оставить своими на долгие века это значит что то что она говорила то что она заклинала она имела огромную силу согласны со мной я сегодня хочу вам подарить этот ритуал но этот ритуал для того чтобы получить заветное то что вы хотите это не касаемо мужчин или чего-то еще а именно сейчас данный момент что вы хотите очень важная вещь которая вам нужна хотите ли достичь дома да то есть купить дом хотите ли родить ребенка может быть поможет и в этом деле хотите ли чтобы в семье был мир хотите ли удержать своего мужа дома чтобы он не ушел в конце концов и такие есть желание у некоторых женщин хотя их не понимаю ну да ладно берете 6 монет 6 красных лент вино откройте дома чтобы там не искать штопор и 6 камней обычные камни соберите камни где хотите обычные маленькие камни идете в лес или парковую зону лесопарк вы у себя нельзя в огороде это делать под каждым деревом кладете одну монету привязывайте красную ленту к дереву к ветке дерева кладете рядом камень то есть внизу опять же камень открывайте вино слегка налейте туда на землю закройте это вину скажите это заклинание отвернитесь уходите не оглядываясь к другому дереву то тоже самые те же самые манипуляции возле другого дерева и так дальше идете до шести деревьев все это сделали отворачивайтесь уходите без слов если у вас получится то что вы хотите вы откупаетесь на алтарь ведьмы который вам это дарит я некоторые сильные ритуалы именно таким образом вам дарю с таким условием объясню почему потому что люди не понимают что такие сильные ритуалы такие силы они берут энергию и пока ты им не скажешь пока в бог не толкнешь они не поймут что нужно откупиться отдать что-либо благодарность тем силам которые через этого человека тебе дали я не знаю кто будет их делать я не хожу не проверяю но вы для себя если хотите дальше чтобы эта сила вам помогала вы должны откупаться таким образом можете ли вы просить продление жизни для человека можете лучше конечно обратить сначала знающему человеку и понять что там возможно ли не безнадежно ли и так я вам объяснила как нужно делать а теперь слова авсун кардан шашдев инчобио вохумане даруч акамана насу индра нахатья паридан баман и чирокардан тархо стиман свое желание коротко и по существу шок и дон ровшами вату реки мог в автоп худоен вады хо муки нас здесь приводится очень древние название древних духов чтобы вы знали духи дарующие доброе начало духи дарующие злое начало духи тьмы и духи света шесть духов 6 демонов дэвов авсун кардан шашдев инчобио вохумана даруч акамана насу индра нахатья паридан баман и чирокардан тархо стиман желание шоу и дон ровшани вату реки мог в автоп авсун кардан шашдев инчобио вохумана даруч акамана насу индра нахатья паридан баман и чирокардан тархо стиман желание шоу и дон ровшани вату реки мог в автоп худоен вады хо муки нас и так шесть раз я вам все объяснила и все сказала и запомните если все делать правильно силы вам помогут силы помогали ей тоже на протяжении многих лет ей подчинялись шахи визири знать братья близкие она жила великолепным дворце она была окружена любовью и всем чем угодно и только тогда когда она стала нарушать откровенно то что нельзя было нарушить она все потеряла вот о чем речь если бы она не вмешалась в эти процессы очень может быть что дальше смогла бы править управлять и добиваться всего потому что ни одна царевна принцесса дочь шаха до и после нее не имела такого влияния как она с малых лет известно ее мудрость с 11 лет что на самом деле просто невероятно даже для нашего времени а там уж древние века но это была реальность всем удачи и всех благ